Привет, дорогие мои вокалисты и любители пения! Сегодня вместе с вами мы сделаем разбор вокального приёма, который называется «Пение на широком горле». И сделаю я его не только теоретически или собственными силами, как я обычно это делаю и демонстрирую в своих видео. Я хочу сегодня продемонстрировать его на примере новой восходящей звезды, которую зовут Диана Акудинова. И я подразумеваю, что вам будет чрезвычайно интересно узнать о её технике, о том, как вы сами можете применять такого рода технику для вашего голоса. Безусловно, один голос не похож на другой, и природа каждого из нас индивидуальна. И даже более того, ваша физическая природа, строение ваших костей, длина ваших вокальных складок, связок, или качество и эластичность ваших вокальных мышц уже как бы предустанавливают вашу базу вокальную, из которой вы потом начинаете растить свой вокальный голос или речевой голос. Если вам будет интересно узнать, какой же у вас голос, или как определить ваш природный голос, природный стиль, в котором вы более комфортно себя будете чувствовать, посмотрите моё другое видео об этом. Ссылка о нём будет здесь, на видео или в описании. Так вот, возвращаясь к пению на широком горле, этим пением пользуются очень многие исполнители в прошлом, и я даже назову их имена, но давайте вернёмся к Диане Акудиновой и послушаем её выступление. И не целиком, просто частично я прокомментирую те места, которые вызывают особенный интерес. Здесь у неё немножко давится звук. Вот эти первые нотки, которые она не совсем качественно отрабатывает, потому что это очень молодой голос, бесспорно, это вообще очень низкие ноты даже для зрелого женского вокала. Если вам придётся использовать нижнюю часть диапазона, просто вкратце, пользуйтесь, подставляйте горло. Подставляйте горло. Пользуйтесь иногда, даже если вы знаете такой приём вокал-фрай, тоже он помогает защипить этот звук внизу, чтобы он... потому что она поёт на широком горле, но как раз внизу широкое горло самое продажное, она всегда вас подведёт. Внизу надо его немножечко подхватывать, надо соединяться, потому что в широкое распахнутое горло вот как раз звук сваливается. Не прорабатывает низы. А если вы подставите горло... Подставите горло. Ну это как бы к слову, давайте дальше будем слушать. Здесь у неё более уже... её, видимо, самая такая money notes называется на английском. Здесь у неё происходит всё отлично, это её comfortable zone, комфортная зона диапазона. Вот. Для неё, я думаю, что это рекомендация её вокального преподавателя. Они нашли свою фишку, они нашли свой тембр, свой тон, базируясь на её природном звуке. Вполне вероятно, что её первоначальный природный звук уже был немножечко такой объёмный. Кстати, у певицы Ёлки точно такой же звук, поэтому у неё, заметьте, такие же щёчки. И у певицы Шер тоже такой же звук, особенно если вы послушаете... Давайте послушаем маленький кусочек, песню Пьюки Пой. Это песня 2001 года, была очень популярна. У Шер, вы заметите, такие же щёчки. То есть эти резонаторы, такие восточные немножко, я бы их назвала, азиатские что ли какие-то, резонаторы, которые дают возможность хорошо погружаться в звук, не теряя при этом вот яркости, да, соединять, соединять дальнюю глотку, широкое горло, и при этом вам объяснить, и вы сами попробуете, как петь на широком горле. Вдохните, и не выдыхайте. А так останьтесь. Вот так можете говорить и петь. Вдохнуть, распахнуть горло, распахнуть ноздри. И вот в таком положении дальше продолжаем работать. Вот это открытое горло. Другой, опять же, визуализация, как я уже говорила в видео про фальцет, если интересно, посмотрите его. Отодвиньтесь за ваш звук. Останьтесь позади вашего звука. И ещё для широкого горла вам обязательно понадобится вдвое больше дыхания, для того, чтобы удерживать вот этот огромный, как бы сказать, представьте, что у фонтана есть шланг, который подкачивает к нему воду. Когда шланг в достаточном количестве воды пропускает, то есть тогда фонтан действительно фонтанирует, бьёт наверх. То есть звук как будто бы находится у нас по центру головы за нашим, идеально, за нашим простым звуком. Вот простой звук и погруженный, погрузив, мы погружаемся словно в звук, и вот этот звук широкого горла. Я вам покажу одно упражнение, которое вам поможет разрабатывать вот эту трубу. Если вам интересно такой приём. Внизу я даю пухлый тёмный грудной звук как бы вдуваюсь туда, вдуваюсь в этот звук. А наверху я перевожу его в такой же фальцетный звук, потому что это одна семья. Фальцет и широкое горло. То есть внизу я не прихожу в треугольник, не сажусь на землю, у меня нет земли, платформы никакой. А я вот так хожу как бы по своему такому, как орган. Знаете, такие большие трубы широкие есть у органов. И он так... Воздух в печной трубе. Говоря об этом приёме вокальном, широкое горло, я, кстати, тоже его использую, я его очень люблю, потому что, вы знаете, я пою основном World Music, и в моём проекте, который я завершаю в этом году, как раз тоже есть очень много латинских болерос и известных латиноамериканских, испанских, фламенко-песен, которые я пытаюсь тоже переосмыслить и трансформировать в более современный формат. Но почему я вспомнила об этом, что я тоже там пользуюсь именно приёмом «Широкое горло». Это очень удобно на этом приёме петь. Если вам он по душе, и вы можете использовать как собственную фишку, как собственную краску, пользуйтесь приёмом «Широкого горла». А если вы просто хотите добавить в свой вокал немножко больше жирности, немножко больше драматизма, немножечко, так сказать, перчика туда добавить, вы можете использовать «Широкое горло» на более высокой части диапазона, переводя его прямо-таки в грудной и прямо-таки в микс-стовый режим. Вот со всей этой массой, если вы пойдёте наверх. То есть я беру вот эту массу и затяну её наверх. Таким образом я как бы весь звук погружаю в себя. Обязательно запомните, когда вы поёте верхние ноты, не вываливайте звук, а собирайте, набирайте, подтягивайте к себе звук. Поэтому используй «Широкое горло» в верхней части вашего диапазона, чтобы создать вот эту мощь, драматику. «О-о-о-ой!» Опрокидывайте звук на себя! Тогда он вам даст вот эту мощь. Иначе он просто порвёт вам связки, потому что огромное количество звука, это мощная энергия, выплеснутая без процессирования, через резонаторы, без поддержки дыхания. Это очень такая опасная структура, которую надо использовать с умом и очень осторожно, так сказать. тяжелая артиллерия вокальная. Если вам интересно услышать мои советы и разбор вокала ваших любимых исполнителей, узнать мое мнение, а также дать вам рекомендации, я всегда смогу в следующих видео. Но для этого я должна знать, о ком мы поговорим в следующий раз. Пишите свои комментарии, я с удовольствием сделаю такой разбор вокала и дам вам возможность узнать, какими вокальными методами пользуются ваши любимые исполнители. С вами была Юлия Полянская, до встречи в следующем видео, всех вам благ и пойте с удовольствием!